Володя Синицын вчера отметил свой восьмой день рождения, а сегодня оказался на приеме у врача. Горло заболело. Но мальчик уверен, доктор Наталья Николаевна его обязательно вылечит. Я желаю, чтобы все дети не болели, чтобы все были здоровы. Хорошая современная поликлиника. Сегодня порадовало то, что мы пришли и без очереди попали к доктору. Мне нравится, мне кажется, какая-то домашняя уютная обстановка. А если ребенок, не дай бог, заболевает, то приезжает во второй половине дня. Никогда не отказывают, выделяют машину. Еще одна маленькая пациентка амбулатория Маруси Беляева. Вместе с мамой здесь они бывают довольно часто. Что тебе выписывают, доктор? Витамины, скажи, выписывают. Витамины, лекарства. И ты быстро выстарапливаешь, да? К КВН, мы прикреплены. И ходили к другому педиатру. Вот, довольны, кстати, и обеими. Молодцы девочки, очень хорошо работают. И как-то сообщают, если что, мы не можем попасть сюда, нас принимают там. Мы довольны вообще. Свою историю амбулатория совхоза имени Ленина ведет с 60-х годов 20-го века. В 2009 году медицинское учреждение переехало в новое здание. Здесь просторно и уютно соседствует взрослое и детское отделение. В детском работает два педиатрических участка. Нагрузка на каждого доктора немаленькая, порядка тысячи детей. Ведь врачи принимают ребятишек из еще 11 деревень, часть которых относится к другому поселению. Начиная с осени, с сентября и по апрель-май нагрузка, ну, где-то около 50 человек в день. Особенно в зимний период, когда идет эпидемия гриппа, у нас бывает даже до 70 человек доходит на прием. Так же и с вызывами. В зимнее время в среднем где-то 15-17 вызывов, а летом где-то до 5. Без любви к детям в такой работе никак. Но Наталья Корниенко ни минуты не пожалела, что когда-то выбрала эту профессию. «Я просто очень люблю детей», говорит она. «Ты к ним относишься, как бы, ну, к своим, к родным, ко всем. И они к тебе также». Детский доктор на селе отличается от городского. Он сравним с семейным врачом. Может осмотреть и больное ушко, и проблемы с глазами. Лишь в случае большой необходимости малыша отправят в город к узкому специалисту. В детском отделении работает ряд кабинетов, жизненно важных для маленьких пациентов. В учреждении еще работает прививочный кабинет, процедурный. Дерпетишки получают все виды физиотерапевтического лечения. Активно они посещают залы ЛФК, спелеокамеры, где круглый год они проходят оздоравливание. Но не страдает у нас и диагностика. Ребяткам мы можем сделать и ультразвуковую диагностику, и рентген-диагностику, электрокардиографию, лабораторную диагностику. Все в учреждении на сегодняшний день есть. И коллектив здесь дружный, говорит старшая медицинская сестра Екатерина Баканова, которая в амбулатории трудится уже полвека. Условия шикарные, прекрасные. Коллектив прекрасный, сработанный. Я думаю, что все на своем месте. Ну а когда все на месте, то и предприятие в целом благополучное. Хотя в амбулатории совхоза имени Ленина не останавливаются на достигнутом, радуясь успехам. Здесь много задумок, постепенно мечты реализуются, позволяя делать жизнь жителей поселения еще лучше. Татьяна Брылова, Татьяна Смешко, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.